Это место в теле, через которое жизнь нисходит в плод. Это Брамарандра. Если измерения за пределами физического становятся постоянно активным процессом, некоторые из вас могли почувствовать это практикуя Шамбхави, у вас появляется антенна на голове, которая настраивает вас на определенное восприятие жизни. Как жизнь вводит в тело. Вы могли видеть, что у новорожденных детей определенная часть черепа не сформирована. Замечали такое? Поэтому с ребенком нужно обращаться осторожно. Эта часть просто кожа, там нет кости. В йогической терминологии это место называется Брамарандра. Рандра означает проход. Это как маленькое отверстие, туннель или канал. Оно известно как Брамарандра. Это место в теле, через которое жизнь нисходит в плод. Так жизнь нисходит в плод, и она оставляет за собой возможность выбора, в зависимости от того, способно ли это тело ее поддерживать или нет. В жизненном процессе есть такая осознанность. Поэтому она держит этот люк открытым до последней минуты. Она хочет держать его открытым. На тот случай, если тело окажется непригодным для существования, тогда она уйдет. Она не хочет уходить через другой проход в теле. Она хочет уйти тем же путем, которым пришла. Хороший гость всегда заходит через парадную дверь и уходит через нее же. Если он заходит через парадную дверь, а уходит через заднюю, это означает, что ваш дом обчистили. Так что жизнь хочет уйти через ту же дверь. Поэтому она держит ее открытой до последней минуты, желая сохранить возможность выбора. Если здесь есть врачи или акушеры, то вы знаете, что существует множество случаев, когда по всем медицинским параметрам плод здоров, все в порядке, но по какой-то причине происходит мертворождение. Просто потому, что жизнь внутри все еще выбирает, и она может обнаружить, что формируется неподходящий тип тела. Жизнь имеет свою кармическую природу, а плод — карму родителей. Жизнь делает свой выбор. И в 90% случаев это правильный выбор. Или даже еще больше. Но иногда она осознает, что это мог быть неверный выбор. Вот почему во время беременности принималось так много мер предосторожности, чтобы создать определенную атмосферу вокруг беременной женщины. Сейчас мы от этого отказываемся. Женщина ходит на работу, в кинотеатр, она ходит повсюду. Мы больше не поддерживаем такой подход. Это делалось в надежде, что в чреве появится что-то лучшее, чем вы оба. Понимаете, о чем я? Вы, как муж и жена, хотите, чтобы ваш ребенок был более высокого качества, чем вы. Не таким же, как вы. В вашей утробе должен появиться кто-то лучше вас. Ради этого даже мужу было запрещено ведиться с женой после определенной стадии беременности, потому что она должна была находиться в особом состоянии комфорта и благополучия, с определенным типом мыслей и атмосферы, стараясь всячески угодить своей системе. Правильные благовония, звуки, мантры, правильная пища — все, чтобы тело было в таком состоянии, когда оно открыто к тому, чтобы принять правильную сущность. Наверное, в современном мире такое совершенно невозможно. Если сущность нисходит в какой-то конкретный плод и в процессе его развития находит его неподходящим, жизнь уходит, поэтому одна дверь и остается открытой. Это Брамарандра. И даже когда вы однажды будете уходить, вы можете уйти любым способом, но если вы уйдете через Брамарандру, это лучший способ уйти. Если вы уходите осознанно, вы можете уйти через любую часть тела, но если вы можете уйти через Брамарандру, это самый лучший способ. Об этом ведется много разговоров. Были написаны книги. Важно, что существует большая вероятность, что некоторые люди могут начать представлять себе что-то на макушке головы или посередине лба. Они много всего воображают. Вы должны понять следующее. Если вы сосредотачиваете свой ум на чём-то, там вы будете чувствовать какие-то колебания. Если хотите, можете поэкспериментировать прямо сейчас. Держите мизинец вот так, фокусируйтесь на его кончике, и через минуту вы ощутите колебания. Если вы сосредоточите свой ум на любой части тела, то заметите колебания. Не нужно думать, что это какой-то великий процесс, который происходит внутри вас. Конечно, происходят физиологические колебания и подёргивания, происходящие тут и там, бывает, что вы спите, и какая-то часть вашего тела немного подёргивается. Такое случается довольно часто, особенно если вы много нервничаете. Если вы расслаблены, этого может не происходить, но если вы находитесь в небольшом напряжении, это может произойти в разных частях тела. Не будем путать эти вещи. Я не уверен, стоит ли мне это говорить, потому что если я это скажу, вы можете начать воображать разные вещи. Когда вы станете медитативными, а вы становитесь медитативными по мере практики Шамови, я не должен говорить этого, это приведёт к разным вещам, потому что у людей очень бурное воображение. Я всегда избегаю говорить людям о том, чего нет в их опыте, потому что они начнут воображать всевозможные вещи. В любом случае, вам не нужно этого делать, в этом нет необходимости. Если я буду держать руку над своей брамарандрой, даже если вы поставите руку на высоте около метра, то заметите чёткое ощущение в руке, которое всегда имеет форму вроде восьмёрки. Это будет происходить всегда, если вы будете поддерживать свои энергии определённым образом. Каждый человек способен испытать это. Но это внутреннее переживание. Оно не выходит за пределы, потому что последние две из 114 чакр в системе расположены вне тела. Когда измерения за пределами физического тела становятся постоянно активным процессом, некоторые из вас, возможно, испытывали такое во время Шамбови. на несколько мгновений, вы чувствуете, что что-то за пределами вас стало активным. Когда измерение за пределами вашего физического тела становится постоянно активным процессом внутри вас, то через какое-то время эти две чакры, которые находятся в состоянии покоя, которые находятся вне тела, активизируются. И если они активизируются, у вас на голове появляется антенна. Видели полицейскую антенну? У вас появляется антенна на голове, которая настраивает вас на определённое восприятие жизни. Субтитры создавал DimaTorzok